Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, на то будет оказано воздействие. Скэнер, я прошу тебя, просканируй Баеву, отключи конструкцию гуманоида полностью вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и выведи из биополя. Пошел процесс. У нее на голове как наушники, только у нее не кофрам, а к вискам идут. Такие круглые штуки. И ниже во всем теле. В руки, в ноги идут отростки от этого наушника. Гуманоид, что это ты себе разрешаешь? Позволяешь? У него пульт к этой конструкции. Отлично. Пульт уходит в соседнюю клетку. Итак, гуманоид, мой вопрос. Волновые эксперименты он делает. Что это значит? Он пультом меняет волны и вибрации. А почему ты это делаешь, гуманоид? Смотрит критические параметры биоробота. Понятно. Хорошо. Я сегодня тоже хочу посмотреть на критические параметры твоего биоробота. В моих руках появляется шар живой плазмы. Вот до сюда ты дошел, гуманоид. Он говорит, что им нужно проверять параметры. Что значит нужно? Вам нужно? Смотрит, как меняется биоробот. Ты воздействовал на этот биоробот, гуманоид. Убирая плазму, входит в меня. Ты воздействовал на этот биоробот через эту конструкцию. Ты не наблюдал. Ты управлял этим пультом. Он говорит, что есть концерн по изготовлению человеческих биороботов. Для разных рас находящихся в данный момент на Земле в тех человеческих биороботах. И чтобы не сделать ошибку и не быть разоблаченным, нам нужно постоянно измерять критические точки организма и делать биороботы, маски, как вы это называете, соответственно, современным временем. Для каких целей? Я же сказал, для цивилизаций, которые находятся в данный момент. Ты украл... Ты украл биоматериал, частички души, сделал из нее копию. Кому ты эту копию отдаешь? А как? Я говорю, что это измерение критических возможностей биоробота на Земле. Ну хорошо. Интересно, как эта конструкция сегодня, которую я перепрограммирую, будет критически воздействовать на тебя, когда я начну нажимать на кнопки на пульте. Ты же понимаешь, что это... Мне нечего сказать на это, ты меня запугиваешь. Я тебя не просто запугиваю, ты стоишь в шаге перед уничтожением. Ты не понимаешь той серьезности ситуации, в которую ты попал. Как я полагаю, даже не понимаешь, куда ты попал. Я делаю свою работу, как ты делаешь свою. Я делаю работу, помогая людям. Ты уничтожаешь этого человека. Я помогаю другим цивилизациям находиться незамеченным на планете Земля. Мы вас всех найдем. И скоро начнем уже уничтожать. Скэнер, просканировать. Сколько полнота души у Байбы? 72. 72%. Я даю команду тонкой копии Байбы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низкоперационные энергии в ее биополе 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкоперационной энергии, откат всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Байбе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько находился красный дракон в этом биополе? Больше пяти лет. Пять лет. Кто воздействовал на глаза? Конструкция гуманоида. И арахноид тоже. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Сколько находился гуманоид со своей конструкцией в этом биополе? Два года. Сколько находился демон в этом биополе? Пять лет. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Больше восьми. Между восемь и девять. Ты был ответственен за набор веса? Он матка, да, он был ответственен. Мне надо место для моих инкубаторов, да? Он сам инкубатор. Ах, вот как. Какое счастье. Рыбер закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Байба забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли, забирает Байба себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое по праву. Готово. Хорошо, сканер, просканирую полноту души. Сто. Сто процентов. Хорошо, двадцать восемь процентов вернули. Начинаем с красного дракона. Красный дракон, выходи. Отключай свои платы полностью. Ничего не забывай. Возвращайся к клетку и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Обращайся ко всем, кто еще присутствует в квартире Байба. Арахноид, красный дракон, демон. Все снял. Хорошо, гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось? Нет. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, ничего не забывай, вытаскай иголки и возвращайся в клетку. Приступай. Готов. Демон, выходи, отключайся полностью. Есть лярва в биополе у Байбы? Да. Хорошо, демон, ты понимаешь, что я сегодня буду расторгать этот контракт, но я могу тебе по возможности отдать все, что тебя интересует. Именно негативные энергии. Отдай. Где эти лярвы находятся? На позвоночнике. Это от конструкции? Или кто там? Она жирная. От веса лишнего, да? Значит, я инсектую там постарался. Хорошо, отключайся сначала полностью и доложи мне на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Ну, я утяжелял. У меня железные спаги высокие на ногах. Лень у нее, не хотела ничего делать. Это даже не лень, а апатия. Понятно. Все снял. Хорошо, инсектуэт. Выходи, вытаскивай свой инкубатор. Жидкость отсасывай, ничего не забывай, приступай. У нее как корсет, встроенный внутри. И внизу вода. Немного воды лишней. Воду отсасывай тоже, чтобы никакого следа. Он вынес, как и говорил, с этим корсетом. Хорошо. Значит, у нас все все забрали. Демон, разрешайте забрать лярвы. Забирай. У меня на груди лярва. И на позвоночнике поясницы. Это сердечная чакра и позвоночник поясницы. Тоска там у нее все собирает на сердце. Понятно. Поэтому лярва. Готово. Все все забрали. Араша, демон, ты хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Тогда скажешь мне, какая из этих всех перечисленных энергий, которые я сейчас назову, является основной, из которой все вытекает. Выходит эмоциональный фантом байбы. Проецирует все негативные программы негативной мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Низкая аббрационная, ей же сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. У меня такой угрюмый, или, как сказать, фантом. Выжил. Плечи висят, голова висит вниз, серое все. Как демон и сказал, апатия. Хорошо, байба, эти энергии вы сами спродуцировали, сами их произвели. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Я так передернула от того, что она видит. Готова. Сворачиваете энергии в шар. Демон, забираешь? Да, он пританцовывает, забирает. Хорошо. Какие там частоты? Отправляешь шар к нему? Давящие переживания, раздражение, депрессия. Причем раздражается она в первую очередь сама на себя. Вот как все понятно. Замкнутый круг. Ням-ням. Ну да. Хорошо. Значит, ты все забрал. Сейчас мы произведем аннулирование контрактов и договоров. После этого я отстегну контракты и отправлю тех, кто в квартире, в квартиру. Для того, чтобы они все собрали. Через некоторое время я приду сам и отпущу вас, проверю. Все, что вы убрали, открою вам портал на вашу чистоту. И по закону свободы воли души и свободным правом распоряжаться собственными энергиями, Байба должна взять ответственность за служение в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я с соглашением к контрактам и договорам. Договоры выходят активно и подсвечиваются. У нее не один контракт. У нее с демоном, с красным драконом контракт. Красный дракон, я спрашивал, у кого есть контракты. Ответил один демон. Ты не ответил на мой вопрос? Его не спрашивал никто. Вопрос был конкретно демоном. Хорошо. Итак, у нее контракт с красным драконом, с демоном и с кем еще? Все, копии вышли. Отлично. Хорошо. Байба, вы готовы аннулировать эти контракты? Она показывает, она этими контрактами по рукам и ногам связана. Конечно. Готова? Повторяйте за мной. Конно свободы воли души и законного права распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. А она есть. Возвращается. И это как намерение возвращается. Она очень слабо, без намерения. И не может контролировать себя, что ли, сама. Это очень плохо. Не контролировать, принимать решение. Значит, тогда, Байба, я вам скажу один такой секрет. Если вы не готовы принимать решение, брать ответственность на себя, другие придут и возьмут за вас ответственность. Что, в принципе, мы и наблюдаем. Ну, вот это намерение и силы. Вернулись к ней сейчас. Хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро. Все контракты улетают на переработку. Аннулированы. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Возвращаемся к отстегиванию каналов. Подхожу к Байбе, кладу руки на плечи и помогаю ей. Моей энергии на счетри. Отключи все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Все отлетели? Да. Открывая портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон, арахноид и демон. Я вам открою сейчас два портала. Демон уйдет в один портал, арахноид космически уйдет в другой портал. Вы уйдете сейчас в квартиру и будете собирать все, что вы там оставили и дожидаться меня. Вам это понятно? Да. Открывается два портала в квартиру. Байбы. Один, два, три. Красный дракон и арахноид уходят в один портал, демон уходят во второй портал. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушай. У меня здесь какой-то экспериментатор гуманоид Сариона сидел два года с конструкцией. Есть пульт. Он испытывал критические какие-то показатели, что само по себе дико немножко звучит. Говорит ему, это важно для какой-то фабрики, на которой они делают копии. Мы заберем его и под клюшку тоже. Хорошо. Готово. Отлично. Конструкцию забрали, да? Конструкцию и пульт. И конструкцию и пульт забрали. Хорошо. Поехали дальше. Инсектоид. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Хорошо. Готово уходить? Готово. Или хочет остаться? Не знаю. Открывая наверху портал на чистоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он большой, и у него в руках эта конструкция с водой. Аквариум? Шел. Да. Хорошо. Поехали по чистотам. Переходим на чистоту. Магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Ну, у нее есть женщина какая-то. Она ее как будто бьет по щекам. Ничего себе. Выстраивая канал от этого фантома, притягивая ответственного. Если таковая есть. Нет, это женщина. Она ругается. У нее в руках скалка, я вам сказала. И она ее бьет? Или что это? Она просто сама себе ругается, машет этой скалкой. Как картинки идут. Ну, а откуда они? Это воздействие на нее со стороны было? Или это ее собственное? Считай информацию. Поставим монитор. Посмотри ситуацию на мониторе. Пошел фильм. Это генетическая память. Прошлая жизнь? Да. Ее била бабушка. И вот это на ней закрепилось. Хорошо. До самой смерти она ее почему-то ненавидела. Она считала, что бабушка ненавидела свою внучку. До своей смерти? Она считала, что ее мать нагуляла. А, вот как кошмар. А, вот как кошмар. Это Англия. 1745 год. Это бабушка в таком партуке. Длинная юбка. Байба была девочкой тоже. В том воплощении. И она ее ловит. Ловит. Без конца бьет руками, то скалкой. Хорошо. Как она, почему она на магии выскочила? Потому что она злая. И эта злость осталась. И эта злость осталась. Я полагаю, сейчас мы ее, эту бабушку, не притянем. Но мы можем установить контакт с ее высшим я, этой бабушке. Хорошо. Давай сделаем так. Выстраиваем от этого фантома канал к высшему я, этой бабушке. 1, 2, 3. И мы просим с нами выйти на связь. Высшее я этого человека. Она на связи. Ей неприятно. Хорошо. Меня зовут Влад. Я приветствую вас, уважаемая высшая я. У нас была такая ситуация. Мы сейчас проводим чистку байбы. Она была в прошлой жизни избита вашей частичкой в Англии в 1745 году, как мы считали. Если у вас есть желание перевернуть страницу, эту неприятную, вы можете сейчас попросить прощения у байбы. И байба, я спрошу у нее разрешение. Если она хочет, она тоже даст вам это прощение. Это в ваших интересах, уважаемая высшая я? Улша. Ее звали Улша. Улша. Хорошо, Улша. Это в ваших интересах? Вы хотите? Да, я очень хочу. Я благодарю вас за эту возможность. Я искренне прошу прощения за эту жизнь. Это черным пятном висит на мне. И его все видят. У меня не было возможности попросить прощения. Не было возможности встретиться в других жизнях. Поэтому я благодарна вам. И от всего своего света души прошу прощения за свою злость, которую я оставила на тебе. Благодарю вас, уважаемая Улша. Байба. Сейчас происходит очень важная ситуация и для вас тоже. Вам были принесены извинения от той души, которая вас в прошлой жизни очень сильно обидела. Как видите, победителя в этой ситуации нет. Готовы ли вы простить и произнести слова прощения? И перевернуть страницу? Тем самым вы избавите себя от этих мучений, которые на генетической памяти у вас зафиксировались. Да, я прощаю эту душу. И хочу, чтобы все с негатив и злость ушли с меня. Я прощаю, я прощаю, я прощаю. Да, будет так. А так и есть. Аннулировано. Сейчас связь должна разорваться тогда с этой линией, которая их связывает обоих. Байба. Но от байбы из нее вышел черный круг, он крутится. Вышел таки. Отлично. Под этим кругом открываю воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Аннулировано. Я получила искреннее прощение, и я буду прорабатывать его в себе, чтобы очиститься. Благодарим вас, уважаемая Улша. Мы рады, что мы смогли помочь эту ситуацию разрешить. Желаем вам всего наилучшего, что можно пожелать Высшему Я, скорейшего духовного роста. Я говорю, всего наилучшего. Благодарю. И мы отключаемся от Улши. Убираем монитор. Больше фантома не осталось в клетке или еще есть? Остался он как лег. Хорошо. И под фантом открываю воронку в галактическое ядро. Фантом уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Как вы себя чувствуете, Байба, после этого аннулирования? Мне потихоньку возвращаются мои собственные мысли. Замечательно. Тогда мы продолжаем дальше. Хорошо, Байба. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущностей? Я налита лучами. И мои мозги. Только мои. Мне так приятно это. Я, видимо, что-то потеряла. И немало. Слушаю других. Но, благодаря куратору, он достучался до вас, вы нашли нас, и поэтому все это свершилось. Сейчас мы будем возвращать вас в вашу систему Биоробот Душа, Байба, и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Байбы в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу каждой клеточки, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта.